Длинно включилась. Сейчас, подожди. Начинаем. Осторожно. Держитесь крепко. Ролик. Вот я сам маленький человек с большим сердцем. Я бегу, и говорят, 83 года, в этот день 15 часов мы бы стали сработать. Землю таскали. И ролик поставили. Такой популярный стал. Но они там много. Виталий вообще сделал его там. Там снимки такие. Там взято, что мне Тар-Тарабиш сказал. Потом этот Строгоровский. Хотя Сергий, метрополит был. Ну это прямо вообще. Ну ладно. Мы сейчас объявили сбор. То, сколько может пожертвовать. Или заплатить книгами. Или вернуть деньгами. Или просто отдали во славу Божию. Вот если можешь где-то достать хоть что-то, переведи на Лену. Скажи, что я столько-то даю. Нам нужно издать. Начинали 100 экземпляров. Ну что это? Это не тысяч. Теперь договорились уже 250. Сразу завалило по 2 миллиона. Ну, понятно, что нам никогда не издать. Но стали молиться, который директор, это Горная Алтайская. Они 34 книги моих издали. Поговори с ними, Лена. Ну, Лена нашла их. И они как-то, я говорю, вот эти вот закладки убрать. Бумагу выше и в сотом. Пониже сорт. Ну, гоните в один хотя бы миллион. И сегодня уже мы заказывали за 500. Ну, 500 экземпляров. По 4 книги в каждой. Каждая книга в 880 страниц и плюс 96 страниц цветных фотографий. Ну, это что-то. И даже какое... Первая сторона... Эти корочки какие-то. Там столько советов. Я не знаю где. И из Германии. И из Америки. Ну, отовсюду. Ну, один какой-то зашел. Денис звать. И скажите, выставил так. Наш шрифт изменил. И я его мгновенно полюбил. Этот шрифт. Его лучше, чем наш. И он начал... Какие именно... Почти все угадал. На 4 книги. Три дал одинакового цвета. Разного цвета. Первый красный. Второй синий. Третий зеленый. А то, что я убрал. Добрые дела. И белый. Тут такая работа идет. Вчера вечером стал говорить. Немедленно сделать. Типография сдала. Мы хотели так. И сдать. А чтоб больше они и сдали. И положили у себя. А мы выкупим. Как-то будут деньги у нас. Ну, получилось так, что выводить можем сразу. Нашли люди. Сегодня одна из Америки. 61 тысячу сразу скинула. А это уже что-то. Люба тут денег не крикнет. Я тоже хочу 10 тысяч. Пенсионеры расшелудились. Это диво Господне. Но название проповеди в стихах. У меня проповедей, которые в интернете стоят здесь, кажутся 1300. Тысячи, которые ушли. А это 3,5 тысячи проповедей в стихотворной форме. Это вообще вещь невыразимая. Ну вот. И чтоб ламинированное было. Как в этом. Ну, целопадом обтянутый как бы. Не обтянута она так. Как у нас, до слова Божия, нету. И сегодня я сказал. Сегодня скорее в типографию. Пока директор это на нашей стороне. Чтобы не изменили. А когда они уже, мы зацепились, они уже сделали то, что сказали. А могут изменить. И все у нас опять квертормашками. Четвертый том никак не сделает, какую картинку поставить. Там картинок разных и хороших. Нет, не то. Не то. Я прислушиваюсь. Что? А где ваша собака? Вот сейчас Сергей приезжал собаку. Ну, голубей это там хватает. Маленько поснимали. И флаг. Я влюблен в небо. Я ничего не могу сделать. Сейчас, когда мы каждый день ходим к мосту туда. И вот там с моста мы смотрим. Рядом огромные баржи стоят. И у каждой рядом, рядом который катер и теплоход. И везде красивые русские флаги. Вот это три, трикола называется. В одном. Дальше вторая баржа. Там третья. Там длина такая. И везде флаги. Я ничего не могу сделать. У меня как внутри, как будто я родного брата встретил. Я уже доказал это. Потому что этот флаг я и за границей, и везде показывал. И все голову пригнули. Это единственный в мире флаг за мировую историю. Который говорит о жизни, о творении и о будущем суде Божьем. Кровь рождается всем. Мусульмане, православные, баптисты, буддисты. Разницы нет. И это вся кровавая такая жизнь идет. А ее Богу, думая, не об этом. Везде говорили об этом. Иначе на суде Божьем как отвечать будешь. И дальше Великий Белый Престол. 21 глава. 20 глава, 11 стиха по количеству. Убедила Великий Белый Престол, сидящего на нем. От лица которого бежали небо, синие и земля. Наконец, весь флаг превращается в чистый белый. Ведь я кипят двухголовых куриц. Это я в каждой милиции выступал. Везде в воинских частях. По радио, по телевидению. И везде про флаг говорил. А эти, которые носят такие полиции, никто не знает. Ни один. Ни директора, ни генерала, никто. А когда я рассказал. Да как так? А вот так. В России будущее для будущего. Это проповедь. Живая проповедь в флаге. Я детей этому учил, видел с развернутым флагом. Здесь у нас пресит. Иван, это, священник, батюшкин друг. Иван Суворов. Говорит, зашел в магазин. Ну что Игнатьеву подарок сделать? Это не возьмет, это возьмет. Он подошел. А вот флаг. Возьмет. Они уже принорались ко мне. Почему? Вот я говорю. Стоит епископ, у него жезл. Две змеи. Ну, серпентарий. А мудрый как змеи. Да у вас нет мудрости-то. Вы подделывайтесь, подвылазьтесь и прочее. А почему не говорите? Просто как голуби. Сделайте два голубка, чтобы были. Вот вопрос в чем. Нет, не сделают они этого. Почему? Змея нужна. А почему, спрашиваю, змеиный характер. Я больше никак не могу объяснить. Даже люди смотрят, и что же они змеи-то проповедуют. А голуби никто не скажет. Во, во славу Божию. Ну все, пойдем. Елочку сниму, какая высокая. Толкнуть я. Толкнуть я. Ах, ах.